МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации, толерадую компании Гомель, густудой и працой Наталья Икнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Массочный режим, резервы больниц и профилактические мероприемства сегодня у Аблывы-Конками прошло посяджение штаба по оборотьбе с расповсюдживанием коронавирусом. Новый керавник и новые планы. Коллектив у Гомельского державного цирка представили генерального директора Анастасию Сарасека. Свято уже совсем худко. У Гомеля распочалась установка головной городской елки. А зараза б гэты меньшим, больше подробязна. Головное здоровье людей. Сегодня у Аблывы-Конками прошло посяджение штаба по оборотьбе с расповсюдживанием коронавируса и обороне насильництва от инфекции. Марина Северьянова с подробязностями. Самосвядомость, клопота в себе, повага до близких. На Гомельщине принимаются у всем акшимые меры, как не допустить ламиноподобного всплеску захворования ковидом. С областного бюджета на ГТМЭТ выделено маль 70 миллионов рублей. Гроши для умоцования материальной техничной базы медустанов, набытя сродков индивидуальной обороны и стимулирования работы медиков. Додатково плануют выделить больше 3 миллиона рублей. Утым лику на набытие экспресс-теста у проведения ПЦР-диагностики. Дорогие, 39 лаборатории у Гомельской областной инфекцины и так само в Светлогорской и Мазырской больницах стали працовать круглосуточно. У медустановых регионов функционует свыше 1700 кропок подачи кислорода. Працует амальпал тысяч аппаратов штучной вентиляции легких, есть 12 компьютерных томографов. На початку наступного года з'явится еще 4. Ими обсталюют областную и третью городскую клиничные больницы, а так само Мазырскую и Калинковицкую. Настадное обмеркование – питание набития аппаратов для Чачерской и Брагинской больниц. Мы многое сделали и делаем для стабилизации эпидемиологической обстановки в области. Хотелось бы, чтобы все наши действия были максимально консолидированы, чтобы не осталось в узких местах. Главное – это здоровье людей. Это непроложный паритет. Люди должны получать квалифицированную и главную населенную помощь, независимо от того, где они проживают. Пиль насочет за выполнением мер профилактики в организациях, на предприятиях, в установах, эдукациях, крамах и шмат поверховых жилых домах. За минулый день специалисты Держсаннагляду обследовали амель 900 организаций. Порушения выявлены на третьем. В основном, я не тычется проведение ранешнего фильтра работников, выкорестание охуенных масок персоналом, наявности дозаторов с антисептиками. Достаточно ответственно относятся наши организации торговли к тем мероприятиям, которые направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Поэтому максимальное использование информирования населения, в том числе аудиоинформирование. Конечно же, это разграничение, дистанцирование и другие мероприятия. Работники жилищно-коммунального хозяйства проводят работы по обработке подъездов. Это входные группы, почтовые ящики, ведется обработка дезактивирующими следствами детских площадок, но также мест общего пользования, таких как остановочные пункты. Як отзначили на посяжении штаба специалисты, важно не запустить хворобу, прислуховываться до самошувания, не покидать без увахи тревожные симптомы. По статисты, 80% людей пероносит коронавирусную инфекцию у легкой и бессимптомной формы. Марина Севриянова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Новая продукция и наращивание объема вытворчасти. Старшиня гомельского облаканка Магинать Соловей ознайомился с деятельностью приватного предприемства «Полидрев». Не глядячи на пандемию, попередние выники селетней деятельности можно смело назвать поспеховыми. Дмитрий Котов с подробностями. Предприемство «Полидрев» вытворцы и поставщик вакуум-формовочной продукции. Она вырабляется на четырех пляцовках. Две знаходятся у «Гомеля», одна у «Речицы» и одна на территории России. Больше за 60% продукции реализовывается у Беларуси. Основные партнеры – «Гомсельмашам», «Кадор», «БМЗ», «МТЗ», «МАЗ» и «БелАЗ». Невеликие партии накировываются у США, Германию, Польшу, Чехию и Литву. Селетняя пандемия не оказала истотного впливу на предприемства. Работа не спинялася и за кошту новых заказов отрималась она от повеличить объемы вытворчасти – приблизно на 30%. При этом значная увага надается освоению новых видов продукции. Это, правда, издевляет одно наименее практически каждый день. Это наша ежедневная работа. Что такое новый вид продукции? Каждая новая деталь – это новый вид продукции. А у нас идет новый заказ – это новые детали, потому что производство все время обновляется. Появляются новые модели автобусов, тракторов, комбайнов. Все время нужны новые, новые, новые детали. Так что это непрерывный процесс. Мы выпускаем номенклатуру, которая измеряется тысячами наименований продукции. И каждый год осваиваем пару сотен новых. Каждый год. То есть почти что ежедневно какой-то новый вид продукции возникает. Роман Напрееву – упевненный бизнес, повинен быть диверсификованный. Один из накерунков его деятельности – медицинский. Компания «Чистомед» наладила вытворчость специальных пристосований для стомированных хворых. Под час визита губернатора размова заходить так само про сроки аховы – щитки и маски. Их вытворчостью тут занялись с начала пандемии и за этот час выпустили около 30 тысяч штук. Причим, это не была спроба заработать, это, как означают на предприемстве, громадянский обовязок. Допомога медикам ожитивлялась на безвыплатной основе. Весной, в связи с тем, что возник острый вопрос дефицита маски защитных, было принято решение производить маски защитных. В течение двух недель мы освоили полностью, без формы изготовили, оснастку и начали производить маски защитные. На сегодняшний день маски защитные мы поставляем нашим партнерам, больницам, получаем положительные результаты о наших масках защитных. Выникам визит у старшиня Аббовыконкама Геннадь Соловей застался задоволен. По его словам, убаченная – приклад працавитостей и метанокерованностей, что позволяет достигать поставленных задач, не глядяши на возникающие перешкоды. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня коллективу Гомельского державного цирка представили нового генерального директора. По взгляднению с керавницей Аббовыконкама, Министерство культуры призначило на эту посаду Анастасию Сарасека. Анастасия Сарасека представляет цирковую династую Абель. Миновитая ее дед Валерий Абель в 1961 году створил в тагочасном гомельском пригороде Костюковка народный цирк. Зараз это заслуженный аматорский коллектив Республики Беларусь. Анастасия Сарасека мальчатрынадцать годов узначаливала Дом культуры Костюковка и выступала у якости иллюзиониста. На посаде генерального директора державного цирка ее необходимо не просто заховать лепшие традиции, какие есть у этой установы, но и реализовать широк перспективных планов. В приватности разговор идет об створении властной трупы, чтобы повысить привабность цирка сирот глядачов. До речи лета с ягона ведали коля 160 тысяч человек. А за весь час иснования, начи с 1972 года, 15 миллионов. Сегодня мы обращаем большое внимание нашему любительскому цирковому искусству. И, конечно, мы хотим открыть двери в наш большой профессиональный цирк для всех участников цирковых студий, коллективов. На сегодняшний день в нашем гомельском государственном цирке нету своей труппы. Но мы надеемся и перспективы ставят нам те задачи, что в будущем мы планируем приобрести свою цирковую труппу, которая будет прославлять наш белорусский цирк. Оборона правоупрацовных. Сегодня у Гомеля отбылось и посаджение президиума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. Головное питание – выконание погоднения помеж Аблвыконкам, областным союзом наймальников и объединением профсоюзов. Ягом это – комплексная оборона интересов работников предприемства и организации. Наша первичная задача – это создание первичных профсоюзных организаций. Уже в течение этого года было создано более 130 первичных профсоюзных организаций. Согласно соглашению, в каждой профсоюзной организации необходимо заключать коллективные договоры. Что касается самого непосредственного соглашения, то оно содержит более 30 обязательных норм, которые должны исполняться неукоснительно. Селетние выники показали – нормы погоднения выконываются все Абкамы. За этот год оно целиком доказало свою эффективность. Так профсоюзы допомогли работнику одного с предприемством вернуть свою посаду после незаконного звольнения. А так само добились выплаты материальной допомоги женщине, в которой муж загинул на вытворчасти. До других тем. В Гомеле затримали двоих хулиганов, которые устанавливали на территории города небезопасные бело-червоно-белые флаги. Один из таких флагов напередодние сотрудники МУС зауважили на съезде. Зу сходнях обходу на улицу Галавацкаха. Попорцем с ним находилась коробка с надписям «Не раскрывать». На место здарения прибыла саперно-перотехническая группа и высветлила. Внутри два подшипники и надрукованы на принтеры малюнок. Подозрунных затримали подчас оперативных мероприемств. Або два – хамельчане. Одному – 31, другому – 26 годов. Уже вядомо, что они так само имеют отношение к аналогичным флагам, которые правоохранители нашли в Костричнику в районе Обкомовского озера. Узбуджены криминальные справы. На Гомельщине проходит стыдень рационального использования антибиотиков. Звернуться до этой темы промышляет ситуация, которая склалась в мире при использовании этих леков. Проблему выучали наши корреспонденты. Загадчик микробиологичной лаборатории Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья Надея Бонда проведение промой телефонной линии пачиная у 10 годин раницы. Тема променения антибиотика у ее и добра вядомая. Гэтые леки пачали активно выкарыстовывать прикладно 80 годов тому, что на пауном этапе дозволило знизить смяродность от таких небеспечных захворыванев, як запаление легких, минингит и шерогу инфекций. Только шасом пришло разумение того, что антибиотики изнишают так само и корыстную микрофлору, что значительно снижая иммунитет. Мы все чувствительные убили, в том числе нормальную микрофлору, оставили только те, которые невосприимчивы к антибиотикам. Они в этой опустевшей среде начинают активно размножаться. И в последующем мы продуцируем множество бактерий, которые в конечном итоге становятся невосприимчивы почти ко всем антибиотикам. И, к сожалению, сейчас во всем мире такая проблема, что у нас вот таких множество уже стало микроорганизмов, которых, по сути, лечить нечем. И теперь для медицины стоит острая задача, как же нам лечить вот таких пациентов, когда их лечить нечем. Тогда возникают ситуации, когда нужно подбирать комбинации антибиотиков, чтобы действие их усиливало друг друга и наступал терапевтический эффект. Но и таких ситуаций уже может не возникнуть. Как продухилить устойливость до антибиотиков, специалисты раюць примать их только по призначению рача. По великим рахунку, без отповедного рецепту можно набыть самое простое антибиотики с минимумом компонентов. А пральшатаго нельга передавать леки гэтой группы іншим и ни в яким разе не выкарыстовывать антибиотики, які засталися от попереднега приему. Нельга сказать, что люди об гэтых правилах не ведаюць, але относина до уживання леков у тым леку постоянного розная. Мене только польза. А я постоянно, я старая, я постоянно пользуюсь антибиотиками. Вот видите сколько. Я считаю, что антибиотики надо принимать по назначению врача. Но если человек болен и ему нужны антибиотики, тогда они приносят пользу. А если он не нуждается в них, зачем их принимать? У областным центры гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья пера кананы. Для того, как выкарыстовывать антибиотики максимально эффективно и без шкоды для здоровья, призначать их необходимо только после проведения микробиологичных доследований. Нельга сказать, что все врачи притрымливаются таких подыходов. Але и выключениями такие выпадки уже не з'являются. Вопрочатаго, звернуться у отповедной лаборатории можно самостоянно. Только у областным центры эпидемиологии сё лета зарабили каля трёх тысяч платных доследований. Я так думаю, что мы придём к тому, что всё-таки будет более плотное взаимодействие именно клинических специалистов со специалистами лаборатории, когда мы будем активно взаимодействовать в процессе лечения антибиотиками. И у нас будет вот этот дуэт бактериолога и клинического специалиста. И когда наше назначение антибиотиков будет уже продуманным, осознанным. Алексин Цюров, Миколай Аскинціян, Сергей Камков, телерадо и компания «Гомель». Свято надоходить! Гомель рыхтуется до встречи с Новым Годом и колядами. На центральной площади города распачали установку холодной городской ёлки. Зараз работники коммунальных предприемствов займаются узвядзением яе каркаса. У ближайшие дни новогодняя прихожоння подороть гомельчанам и гостям города атмосферу надыходящего свята. Якея яшчэ сюрпрызы напереда дні новага года рыхтуюць для гораджан коммунальныя службы и предприемствы, расскажам ў выпусках новінаў. Сачыцца за эфірам. Часкаскі ісаправдных цудаў. У національным парку Прыпятскі адкрываецца резідэнцея палецка гадзе да мороза. Яе наведване стане добрым падарункам да новогоднега свята. Причым гэта тычыцца не толькі дятей, але і дарослых. Программа падрыхтавана для гастей рознага узросту. Новогодні настрой і незабывныя уражэнні гарантаваны кожному. У резідэнцея палецка гадзе да мороза чакайся праудны святочны аттракціон, разнастайныя конкурсы і сустрэчы с казачными персанажами. Запланованы прагулкі па зімовым лесі і хараводы вакал яркой ёлкі. Роганізаторы ўсіх сакрэтаў не выдаюць, але абяцаюць, што сумаваць не прыдецца. Наведвальнікаў у резідэнцея чакаюць с 27 га листапада. У палацы Румянцевых і Паскевичаў адкрылася ўбілейная выстава жывэпису Валянтина Пакаташкіна, прасвечанная 80-годзю гомельска мастака і заслужанага наставніка БССР. Яшчыць дзятінства ёначу цікаваць да мастацтва. Працовную біографію пачаў з арганізаціў студы і выявленчага мастацтва ў палацы піонераў і школьнікаў ў Гомелі. Яна одна з перших ў Беларусі отрымала звання народной. Маэстро актыўна ўдзельнічаў ў стварэнні гомельскага мастацкага вучыліща, выкладаў, займаў пасаду намесніка дырэктора. Яго педагагічны стаж больш як 50 гадоў. За гэтый час больш за тысячу яго вучнеў стали професійными маэстрами, членами Саюзов мастаков, архітэктераў, дызайнераў. На выставі прадставліна каля 30 работ Валентина Пакаташкіна, які адлюстровуюць шмат гадоўе творчай разважанні аутара на тэму прыхажості Беларускай зямлі. Гэтый, а так сама іншая навіна, інформацію ап праектах телерады о кампаніў Гомелі вы можэцэ знайсці на нашым сайці ў інтернеті па адрасі www.цвергомел.бивай. На гэтым выпуск завершаны, усягу добраха і да новых сустрэчу ефіры. Де-факто на телеканале Беларусь-4 в студії Николай Скинтиян. Здравствуйте. Сегодня Гомельский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 43-х летнего уроженца Луганска. Мужчина обвиняется в совершении убийства своей интернет-знакомой. Напомним, в 2019 году он переехал в Гомель. Приезжий испытывал материальные трудности, которые планировал решить за счет выгодного знакомства. Согласно материалам дела, обвиняемый в очередной раз приехал к потерпевшей. Они выпили, а после гость задушил хозяйку. Чтобы скрыть преступление, мужчина убрался в квартире. Перед уходом похитил золотые украшения, телефон, деньги и другие предметы на общую сумму свыше 9 тысяч рублей. Тело потерпевшей обнаружил ее сын. На следующий день 43-летний мужчина был задержан в Хойниках возле дома новой знакомой. Ехала на работу и попала в ДТП. В Гомеле сегодня женщина 1979 года рождения врезалась в припаркованное авто. ЧП произошло рано утром. Volkswagen двигался по улице 8-й Нагородней. В районе дома номер 4 он съехал с дороги и врезался в стоявшие легковушки. Было установлено, что в выдыхаемом водителем воздухе 2,5 промилле алкоголя. В результате ДТП никто не пострадал. Госавтоинспекция напоминает управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения либо передача управления транспортным средством такому лицу, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года. В случае повторного такого нарушения в течение года в отношении нарушителя будет возбуждено уголовное дело по статье 317 прим Уголовного кодекса Республики Беларусь. Кроме того, специальной конфискацией подлежит транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее указанное преступление. За минувшие сутки в Гомельской области зарегистрировано два пожара в жилом секторе. Обошлось без пострадавших. В деревне Марковичи Гомельского района горела деревянная баня. Огонь уничтожил крышу и имущество в здании. Вероятная причина возгорания – нарушение правил монтажа и устройство электросетей и электрооборудования. Аналогичная причина возникновения пожара и в деревне Старая Рудня Жлобинского района. Там в результате возгорания повреждена стена деревянного жилого дома. Спасатели помогли снять кольцо жителю агрогородка Красное – Гомельского района. Мужчина 1989 года рождения не мог снять украшения с безымянного пальца правой руки. Сотрудники МЧС при помощи специальных инструментов избавили его от затруднений. Сотрудники ГАИ Речицкого района помогли водителю большегруза. Оказалось, что он ехал загружаться на местный метизный завод. Однако в пути следования произошла поломка колеса. С помощью инспекторов ГАИ водитель устранил неисправность и продолжил путь. Гомельская пограничная группа информирует. На стрельбище «Борщевка» войсковой части 1242 будут проводиться учения. Стрельбы запланированы на периоды с 23 по 27 и 30 ноября. Время с 9 до 19 часов. Объект расположен вблизи населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Саевин. Здравствуйте. Команды из Гомельской области провели очередные поединки в чемпионатах Беларуси по волейболу. В элите у женщин мозорская «Жемчужина-Полесье» дома обыграла Могилевский коммунальник 3-1. Во втором по силе дивизионе дубль «Жемчужины» был сильнее из душор волейбольного клуба «Минск» 3-0, а «Гомельская надежда» уступила «Оршанской» «Катюше» 1-3. В мужской высшей лиге «Гомельская энергия» добыла очередную викторию. Могилевский коммунальник не смог совладать с подопечными Романа Оплевича на домашнем паркете. 0-3. В первой лиге состоялось очередное «Гомельское дерби». Газовик принимал с душор энергию. Гости взяли первый сет. Большего им газовики не позволили. Победа хозяев паркета 3-1. Женская команда «Гомельских рысей» потерпела очередное поражение в чемпионате Беларуси по баскетболу. Гродненская «Олимпия» пока слишком крепкий. Орешек для подопечных Анатолия Рогозенко. 42-88. В графе победы у «Гомельчанок» по-прежнему 0. Мужская команда добыла вторую викторию. Подопечные Андрея Чванькова нокаутировали столичный рцоп с душор на своем паркете 114-39. В чемпионате «Гомельчане» на седьмом месте. В субботу, 21 ноября, «Рыси» ждут в гости соседа. По турнирной таблице молодежный состав «Гродно-93». Завтра пройдет последний из перенесенных матчей первой лиги чемпионата страны по футболу. Речицкий спутник и Орша закроют программу 24-го тура. Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Речице. Начало в 14.00. Хозяева, напомню, досрочно стали чемпионами во втором по силе дивизионе футбольного чемпионата. Орша сейчас на 11-м месте. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» проведет первый за три с половиной недели матч в чемпионате Беларуси. Столь долгий перерыв связан с эпидемиологической ситуацией. Завтра подопечный Томожа Чаттера в гостях играют с Витебчанкой. Поединок стартует в 17.00. Напомню, что предыдущий матч «Гомель» проиграл Берестью. Дома 26-31. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова